Музыка Ты уж слишком безжалостна с ним Ах, мама, да какое же есть терпение его слушать Какие-то он экономические законы выдумал Кому они нужны? Для нас с вами, я надеюсь, только одни законы есть Законы света и приличий Вот, если все носят такое платье Так я хоть умри, а надевай Тут некогда думать о законах Тут надо ехать в магазин и взять Самая знаменитая казачка всех времен и народов Элина Быстрицкая родилась в киевской интеллигентной семье врача-инфекциониста И по профессии является дипломированным акушером А по второй профессии недоучившимся педагогом-филологом Однако с детства все мысли девочки занимал театр И вопреки сопротивлению отца Она все же бросила институт и поступила в театральный институт Киева В театральном институте у Быстрицкой случались совершенно идиотские С точки зрения здравого смысла и абсолютно нормальные для той эпохи происшествия Ее исключили с комсомола за то, что она дала плеуху грубо подшутившему наднеднокурснику Осуждали и быкотировали за строгость нрава сокурсники Едва не доведя до самоубийства девушку, прошедшую опыт при фронтовом госпитале Быстрицкую едва не взяли в театр массовета Но пригласившему ее Юрию Завадскому пришло столько анонимок Вот как выяснилось последствия друзей Быстрицкой, что ее не взяли И неизвестно, как бы сложилась судьба актрисы, если бы не кинематограф С 1954 года она снимается и снимается успешно Ее актерское мастерство было настолько высокого класса Что мало кто из зрителей знает, что в фильме «Неоконченная повесть», где ее партнером был Сергей Бондарчук, у актеров нет ни единой общей сцены Бондарчук грубо унизил актрису перед съемочной группой После этого изображать любовь было сложно И режиссер Эрмлер провел съемки так, чтобы актеры практически не пересекались на площадке И это в фильме про любовь В 1957 году, потеснив Нону Мордюкову, Быстрицкая, невзирая на провальную кинопробу Получает роль Аксении из Тихого Дона Ну, как, Степан твой, собрался? А тебе чё? Какая, спросить что нельзя? Собрался, ну А с повесей стал быть салмеркой? Стал быть так Я боюсь будешь скучать по мужу, да? А то как же Ты вот женись, а после узнаешь Скучаете, а нет подружечки? Ей приходится поправиться на 15 килограмм И надолго уехать на съемки В отношениях с театром тоже наступает застой Театр не любит измен с кинематографом Но так или иначе, актриса как-то сочетает и съемки, и игру в театре Но в малом она портит отношения с Ильинским И на некоторое время остается без ролей А в кино ее промиленейный характер играет с ней злую шутку Некий чиновник, который встретил жесткий отпор при склонении актрисы к определенным отношениям Сделал ее надолго не выездной Жесткий отбор сценариев привел к тому, что в карьере Быстрицкой наступает 27-летний перерыв Только в 1997 году актриса возвращается на киноплощадку Это совпадает с разводом актрисы после почти 30-летнего брака Она не простила мужа у смены и с тех пор жила одна Детей у актрисы не было Друзья, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки Впереди еще очень много интересного Субтитры создавал DimaTorzok